I say hi, you say hi, we say hi, you look so pretty, yeah Hey! Всем привет! Это Маша Вэй. И да, вы, наверное, думаете, что у меня на лице. Нет, я не забыла смыть макияж после Хэллоуина. Просто сегодня я хочу сделать один из самых популярных ваших запросов. Вы часто просите меня рассказать, как надо красить глаза, как надо красить губы, как красить лицо. Так вот, сегодня я решила рассказать, как не надо это делать. Вообще, я считаю, что ошибок в макияже нет. Все мы разные, так что никогда не прекращайте экспериментировать и искать себя. Все, выключайте видео. Но есть какие-то стандартные ошибки, из-за которых мы просто выглядим не такими здоровыми и не такими красивыми. Так что сейчас я одну часть лица буду красить правильно, вот эту. А на левой покажу так называемые ошибки. Поехали! Первое, конечно же, с чего мы начнем, это тональный крем. Самая излюбленная тема, наверное, всех, это взять тональный крем, который не подходит к тебе по тону, и нанести его где-то вот досюда. Но проблема в том, девчонки, что когда мы красимся, мы на себя смотрим обычно с закрытым ртом. И делаем мы еще это где-то в ванной или в комнате, в общем, где не так светло. Но, когда вы выходите на дневной свет и плюс к этому вы разговариваете, то эту границу сразу видно. Хорошо. Просто жесть, ребят. Я понимаю, что немножко все гипертрофировано, но на самом деле кто-то ходит и так. Но это еще полбеды. И, наверное, самое ужасное, это когда закрашивают частично именно какие-то неровности и недостатки на лице тональным кремом, который по цвету очень сильно отличается от кожи на лице. И получается вот это. Еще лучше. Не поймите меня неправильно. Если у вас идеальная кожа на лице, мне так смешно говорить с серьезным видом вот с таким лицом, и у вас есть какой-нибудь один недостаток, то, конечно, берите консилер, закрашивайте и все. Но если у вас все лицо покрыто какими-то там прыщиками, и вы просто все лицо вот так покрываете пятнами, то выглядит это очень страшно. Берите тональные крема, которые подстраиваются под тон вашей кожи. Так вы хотя бы не ошибетесь. Следующее, к чему мы переходим, это консилер. И главная ошибка использования консилера, это не использовать консилер. Я не говорю, что им точно нужно краситься. В обычной жизни вы можете вообще не краситься, вы и так красивые, правда? Но если вы делаете какой-нибудь интенсивный макияж глаз, или какие-нибудь яркие губы, добавляете румяна, но в тот же момент у вас темные круги под глазами, и очень много неровностей, и всяких недостатков, то выглядит это, мягко говоря, странно. Ну и, наверное, самое сумасшедшее, что мы увидели за последние несколько лет, это всякие разноцветные корректоры, которые начали использовать все, причем не зная, какой цвет куда наносить. Идеально. Что точно можно взять для себя из этой техники разных цветов на лице, это наносить персиковый на темные круги под глазами. Смысл в том, что наши темные круги под глазами чаще всего имеют синий пигмент в себе, поэтому они называются синики, и когда вы на синики наносите какой-то светлый консилер, то они становятся светлыми, из-за этого порой лицо еще сильнее отдают мертвичинкой. И тут вы сразу спросите, Маша, ну а где же мне взять оранжевый корректор для лица? Ну вы же где-то нашли оранжевый тональный крем. Обратите внимание, что неправильно наносить консилер в форме полукруга. Лучше наносить его в форме треугольника, потому что когда вы наносите его по кругу, вы как будто специально стараетесь показать. Вот, смотрите, вот тут вот у меня синяк, я пыталась его закрасить, и смотрите, как у меня получилось. Следующее, к чему мы переходим, это брови. Я советую оформлять брови тенями, а не карандашом, потому что так меньше вероятность, что вы ошибетесь. Да кого я обманываю? Берем, короче, естественно, самый темный цвет, который у вас есть, хотя, нет, это не подходит сюда. Вот прям берете темный самый, резко у нас начинается бровь, и сразу черная, и вот так вот резко пошла. Короче, вот так вот. Я уже не знаю, как страшнее нарисовать эту бровь. Очень странно всегда выглядеть, когда бровь просто резко вдруг начинается около переносицы. Идет абсолютно однородный, от переносицы до кончика. Если же я рисую свои брови, во-первых, я выбираю несколько оттенков, я не использую только один оттенок. Например, вот из этих я могу смешать два нижних, и это уже будет выглядеть натуральнее. Вот, ну, нормальная, адекватная бровь. Вот почему так-то не сделать? Ну, чтобы ваша бровь была адекватной всегда, ее обязательно, их, почему я рассказываю про одну бровь. Их обязательно нужно фиксировать. Я понимаю, что это уже тонкости макияжа, но просто, например, если у вас такие же брови, как у меня, непокорные и очень пушистые, то их, ребят, вот как ни крути, надо фиксировать. Вот, вы можете посмотреть, что происходит с вашими бровями, когда вы их не фиксируете. Выглядит, мягко говоря, гадко. Девчули, с бровями мы закончили. Теперь украшаем наши глазки. И тут просто происходит какой-то взрыв и невероятный полет для фантазии и всяческих очень странных макияжей. Но я не буду ничего критиковать, я только покажу самую распространенную ошибку, которую я вижу чаще всего. Это когда мы на подвижное веко наносим какие-нибудь очень темные тени. Если честно, то для меня всегда загадка, почему красят именно так. То ли хотят выделить линию роста ресниц, но я огорчу, она заканчивается намного раньше. То ли хотят сделать глаз больше, но таким образом, не выделяя саму складку века, глаз кажется наоборот меньше. И он вообще кажется какой-то пришиблен. И дальше, вот после такой красоты, почему-то на складку века любят добавлять наоборот тени с шиммером. Поэтому макияж выглядит еще грязнее. А глаз наоборот кажется меньше. Ну и чтобы окончательно добить глаз, давайте сделаем нашу любимую темку. Прорисую водную линию темной подводкой от начала до самого внешнего уголка глаза. А, слеза, слеза, слеза! Не смейтесь, я хочу сказать так, что если вы делаете какой-то особый макияж, там, восточный или с макияж, может быть, вот эта штука реально сработает. На самом деле, чтобы глаз казался больше, есть очень простое правило. Мы подвижное веко делаем светлее, то есть наносим на него светлые тени, а складку века мы наоборот затемняем. И причем стараемся это делать матовыми тенями. Также вы можете остаток вот этих матовых теней просто нанести на нижний век. Таким образом вы точно не переборщите, но одновременно и выделите глаз снизу. Ну что ж, господа, вы уже видите, как наше лицо просто становится все красивее и красивее. И теперь мы переходим к румянам. Раньше я советовала ущипнуть себя за щечку, чтобы понять, какой у вас настоящий румянец кожи. Но давайте будем честными, если у вас такой же вот мертвичный оттенок кожи, как у меня, так как-то не щипай вот эту вот мертвичинку, она от этого румяней не станет. Я использую вот такие румяна, с ними я точно не переборщу и наношу их на яблочек. А мои яблочки находятся у меня прямо вот тут. Ну и все. Также это не запрещеночка. Вы можете нанести немного румяны на нос, и на лоб, и на подбородок. И вот вы скажете, что в принципе-то ошибиться с румянами почти невозможно. Тут все очень понятно. Но так нет. Самая распространенная ошибка, это когда вы румянцем пытаетесь сконтурировать лицо. Красиво. Давайте поговорим о хайлайтере. Последние несколько лет хайлайтер стал очень популярен. И некоторые считают, что чем его больше, тем лучше. Что не совсем так. Хайлайтер нужно, чтобы подчеркнуть светлые участки, чтобы кожа сияла, чтобы выглядела она еще более здоровой. Но самое главное, чтобы это смотрелось натурально и не бросалось очень сильно в глаза. Например, у меня от природы кожа комбинированная. Поэтому если я на Т-зону нанесу хайлайтер, то появится очень жирный и совсем нездоровый блеск. И теперь, когда наша красота почти готова, мы переходим к губам, друзья. И чтобы губы были, ну, как бы большие, потому что, ну, кому нужны маленькие губы? Я тебя умоляю. Мы просто берем и рисуем на наших губах другие большие губы. Пампера мы наносим какой-нибудь цвет, ну, какой-нибудь блеск. И не важно, что он вообще не подходит по тону к нашему карандашу для губ. Но самое главное, губы большие. Очень красиво, некрасиво, некрасиво, красиво. Ла-ладно, ребят, ну шучу я, конечно. Ну, стрёмно же это, ну стрёмно. Ну что ж, ребят, на этом наш макияж закончен. Ставьте лайк, если вам нравится такой формат видео. Также подписывайтесь на мой канал, если хотите увидеть больше таких видео. Напишите, какая вам сторона больше нравится. Вот это. И также напишите в комментариях, замечали ли вы такие ошибки макияжа в реальной жизни. Я уверена, не все ошибки разом, так что напишите, какие именно вы замечали. И да, косметику, которую я сегодня использовала, вы можете найти в бьюти-боксе от Faberlic. Новинка, которую вы видели в начале, это палетка для оформления бровей. И плюс к этому гель, которым вы можете фиксировать брови. Он так и называется Brow Fix. Тут находятся разные оттенки, которыми вы можете оформлять брови. И, кстати, один оттеночек под бровь. И, как вы видите, они явно не чёрные. Моя любимая палетка Final Touch, в которой есть и пудра, и хайлайтер, и даже немножко бронзера. Разные оттенки консилеров Magic Drop. Так что больше не говорите мне, что вы не знаете, где купить консилер. Палетки теней Amazing Eyes с разными оттенками. Это Draw'n'Roll. Это новая тушь. В продаже также осталась старая тушь, которую я очень люблю. Напишите в комментариях, какая кисточка нравится вам больше, силиконовая или пушистая. Штуки, которыми очень легко делается вот такой естественный румянец, который у меня сейчас, это Sugar Blush. Также можно использовать как помаду и увлажнять губы. Новая тональная основа, которую я наносила на эту часть лица, она называется Selfish. Иллюминайзер, который придает блеск коже. Мой фаворит, наверное, среди абсолютно всего, это вот эта матрёшка, потому что я от неё просто в восторге. Она невероятно увлажняет губы, плюс к этому пахнет ананасом. Духи Boom Couture. Это новые духи. У них такой и цветочный, и сладковатый аромат, который мне просто очень нравится, потому что я обожаю ваниль. Посмотрите, какие тут крутые лаки. Ссылку на все эти крутые продукты я оставлю под видео. А это была Маша Вэй. Пока-пока.